Святыню привезли к нам в рамках программы «Духовная связь» из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, где ковчег хранится с 2011 года. Частица пояса подарена Казанскому собору на вечное хранение от Афонского Ватопецкого монастыря. Здесь пояс хранится с XIV века. Свой пояс Иризу Божья Матерь незадолго до своего успения передала двум благочестивым вдовицам. Те передавали эти реликвии с поколения в поколение. Этот пояс Богородица сама сплела себе из верблюжьей шерсти и носила его всю жизнь. В конце IV века святыни попадают в Константинополь, а после падения Второго Рима пояс оказывается на Афоне. Вместе с частицей пояса в Благовещенский собор также привезены частицы мощей родителей Богородицы, святых праведных Иоакима и Анны. Это событие происходит в рамках программы «Духовная связь». Это программа молодежного отдела, синодального молодежного отдела. Обычно в главном соборе храма располагает святыня для поклонения верующих, а параллельно проходят молодежные форумы, молодежные дискуссии и так далее. Вот у нас сегодня будет несколько таких молодежных событий встречи и завтра. Обычно к помощи Иоакима и Анны обращаются семьи с просьбами о даровании детей. Родители Богородицы сами долгие годы были бездетными. Дева Мария родилась у них уже в престарелом возрасте. Традиционно приходит множество людей для поклонения. Второй, третий, четвертый день, когда люди более узнают, слышат о том, что святыня прибыла, и много людей приходит. Приходит с разными проблемами, с разными бедами. В наше время особо приходят и родители за своих сыновей помолиться, и воинов много приходит. В общем-то, все прибегают к святыню, потому что Богородица, она очень быстро слышит и помогает. Так как я человек верующий, я хожу в храм, хожу на службы, слежу также за тем, что происходит. И вот подписана ВКонтакте на группу Благовещенского собора. Здесь узнала о том, что привозят поезд Пресвятой Богородицы. Поэтому пришла попросить о здравии, о мире. Долго стояли в очереди? Нет, я пришла утром на службу, получилось, что в первых рядах была. Поэтому все быстро. Узнали в соцсетях, знакомые рассказали. В прошлом году его привозили. К сожалению, в прошлом году не успела приложиться. И поэтому очень ждала, что привезут снова. И вот поэтому, как только узнала, сразу же мы приехали. У нас всего-то на все, от пояса всего две частички в России. Это в Питере и в Москве. И, конечно, нужно, чтобы все это святыня в душе сохранялась. Потому что так сейчас мало святого в жизни. Мы должны посещать святые места. Мы должны помнить, что мы люди. Что мы люди и что мы должны жить по-людски. Ежедневно перед Ковчегом совершаются молебны с чтением канона Пресвятой Богородицы. В святыне пробудет в Воронеже до 21 апреля. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал.